Фенхель 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 произойти самооплодотворение в одном и том же зонтике или между двумя зонтиками одного и того же растения. Также происходит оплодотворение между зонтиками разных растений. Поэтому фенхель алогамное растение и насекомые являются основными опылителями. Следовательно, существует риск перекрестного опыления между различными сортами. Фенхель также может скрещиваться с диким фенхелем, очень распространенным в некоторых частях света. Во избежание нежелательных межсортовых скрещиваний две разновидности фенхеля не выращивать на расстоянии около одного километра друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 500 метров, если между сортами существует естественный барьер, такой, как живая изгородь. Чтобы выращивать два сорта рядом в одном огороде, можно использовать сортовую изоляцию с помощью противомоскитных сеток, которые открывают поочередно, или же с помощью ульев с насекомыми подфиксированными москитными сетками. Смотрите о методах изоляции в разделе основы семеноводства. Цикл развития фенхеля. Ароматический фенхель не образует луковицу. Это многолетнее растение в большинстве регионов выращивания. Оно высеивается весной, зацветает и дает семена в первый же год вегетации. Он устойчив к морозу и зимой может оставаться на месте роста. Сбор урожая семян будет более обильным во второй год выращивания. Луковичный фенхель можно выращивать разными способами. В мягком климате весенние сорта выращивают как однолетние растения. Их высеивают в начале весны, в марте, что дает им время на формирование луковицы перед цветением. В большинстве случаев луковичный фенхель, выращиваемый для семян, культивируется как двухлетнее растение. Летние сорта высеивают после 20 июня, когда дни становятся короче, и это предотвратит их раннее цветение. У них будет время сформировать луковицы до зимы. Они будут свести и дадут семена на второй год. Следите за тем, чтобы в качестве семенных растений оставались только те растения, которые сформировали луковицы. Те, которые зацвели слишком рано, необходимо удалить. выбирайте семенные растения в соответствии с характеристиками сорта. Цвета, формы, крепости и жизнеспособности. В холодном климате луковицы могут замерзнуть в земле. Именно поэтому вам необходимо срезать листья над верхней почкой и поместить луковицы в горшок вместе с корнями, засыпать землей, чтобы защитить растения от морозов и чрезмерной влажности. Вам следует проверять луковицы в течение зимы и удалять те, которые начинают гнить. Они будут пересажены весной, когда не будет риска сильных заморозков. Для поддержания хорошего генетического разнообразия необходимо от 15 до 20 семенников. В более теплых районах фенхель с луковицей можно не убирать на зиму. Он возобновит свою растительность с возвращением весны, а потом зацветет. Фенхель образует очень высокие цветоносные стебли, которые часто имеют тенденцию падать. Поэтому необходимо установить подпорки и подвязать растения. Зонтики срезаются с частью стебля, когда первые спелые семена начинают осыпаться. Тем не менее, можно срезать и раньше. Дозревание семян происходит медленно во время сушки. Во всех случаях рекомендуется продолжать сушку в сухом и проветриваемом месте. Извлечение, сортировка и хранение семян. Растирайте зонтики руками, чтобы удалить семена. Для сортировки сначала используйте грубое сито, которое удержит отходы. Затем мелкое сито, которое удержит семена и удалит пыль. В конце очистки семян провейте их, чтобы избавиться от последних отходов. Всегда помещайте этикетку с названием «Сорта, вида и года урожая» в пакетик, потому что иногда надпись на пакетике может стереться. Пребывание семян в морозильной камере в течение нескольких дней уничтожит личинок некоторых паразитов. Семена фенхеля обладают силой всхожести в течение четырех лет. Иногда это можно продлить до семи лет. Эту способность можно продлить за счет хранения семян в морозильной камере. Один грамм семян содержит около 300 зернышек. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...